Всем привет! Вы смотрите стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи Медиастарс. Меня зовут Энни Минск, и сегодня именно я буду дарить вам волшебное настроение. Поэтому устраивайтесь поудобнее перед экраном телевизоров, запасайтесь вкусняшками и ни в коем случае не переключайтесь. В ближайшие полчаса заряд позитива вам точно обеспечен. Погнали! Знай-знай, чего вы ждете больше всего. Придолжение реалити Мой Краш. Для тех, кто не в теме, хотя мне кажется таких нет, объясняет. Мой Краш шоу, где у детей появляются первые детские симпатии, и они ищут свою вторую половинку. В прошлой серии мы познакомились с нашими участниками, и между ними уже пробежали первые искрыки. Сегодня мы узнаем, образовались ли у наших участников сладкие парочки. А что их ждет, рассказывать не буду. Лучше сами все смотрите. Это детское романтическое реалити Мой Краш. Шоу о детях, дружбе и талантах. Хочу найти мальчика. Но я не знаю. Можешь ручку вот так вот взять и поцеловать. Наши участники пойдут на голосование. А вот и самый интригующий момент нашего шоу. Участники сделали свой выбор и наверняка очень волнуются. Кто-то вернется на эту сцену в качестве пары, а кто-то будет строить свою любовь за пределами нашего проекта. А мы готовы объявить имена тех, кто продолжит борьбу в финале Мой Краш. Встречайте! Пара номер один. Назар и Влада. Станислав и София. Алексей и Ксения. Богдан и Анна. Кирилл и Ариадна. Артем и Александра. Николай и Людмила. Дэвид и Валерия. Максим и Лиана. Захар и Евак. Мои хорошие, если вы сейчас стоите здесь одни, это значит лишь то, что просто ваша вторая половинка не пришла сегодня на это шоу. Я желаю каждому из вас совсем скоро услышать фразу «Ты мой краш». А чтобы проверить, действительно ли пары подходят друг к другу, сейчас им предстоит пройти тест на совместимость. Так, большой пальчик. Готовы? Все, подставляем пальчик. Шестьдесят семь процентов Назар и Влада. Девяносто восемь процентов. Девяносто восемь процентов. Девяносто восемь процентов. Еще одна сладкая парочка у нас. Девяносто восемь процентов. 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 первое испытание тест на любовь пройдено напоминаю жюри и вам всем сообщаю что все у кого было больше 50 процентов совпадения получают по одному сердцу но те пары у которых было максимальное совпадение получает по дополнительному сердцу мы переходим ко второму испытанию а что может лучше раскрыть пару как не танец и умение чувствовать партнера мы готовы ты мой каш либо я либо никто это шантаж я приду одна я знаю твой этаж покушаюсь на тебя ведь твой типаж ограниченный тираж мы с тобой поиграем но не в консоль и ты мой мой ты мой сахар и в этом соль да любовь боль и типажно быть не со мной между нами боль но ты ты мне не факт с тобой не дружу я твой личный маньяк я тебя придушу ты будешь со мной без тебя мне не жить я могу бежать у меня привези ты мне не факт с тобой не дружу я твой личный маньяк я тебя придушу ты будешь со мной без тебя жив я могу бежать у меня привези я твой самый близкий бой это ближний морской бой один ты попала ты мне не факт с тобой не дружу я твой личный маньяк я тебя придушу ты будешь со мной без тебя жив я могу бежать у меня привези ты мне не факт с тобой не дружу я твой личный маньяк я тебя придушу ты будешь со мной без тебя мне не жить я могу бежать у меня привези ты мне не факт с тобой не дружу я твой личный маньяк я тебя придушу я твой личный маньяк я тебя придушу ты будешь со мной без тебя жив я могу бежать у меня привези Наша конкурсная программа подошла к концу. Я очень надеюсь, что вы точно получили массу, ну, по крайней мере, позитивного настроения. Кайфанули, потанцевали, попели. Сейчас что будет происходить? Наша жюри приступает к подсчету баллов. Мы приглашаем сюда все пары. Вы смотрите детское романтическое реалити «Мой Краш» шоу о детях, дружбе и талантах. Это финал нашего шоу, и прямо сейчас мы готовы назвать имя победителя, которые получат наш главный приз-сертификат на образовательную программу «Умный Минск». Злата, вместе будем объявлять? Да. Готова? Да. Вначале имя мальчика, а потом мимо девочки. Да. Итак, победителями реалити «Мой Краш» первого сезона, первой игры стали... Назар и Влада! Аплодисменты! А вы знаете, какой день празднует во всем мире 21 февраля? Правильно. Международный день родного языка. По такому поводу мы приготовили специальный сюжет – народной моби и природную мову. Пропонуя поглядеть! Привет, друзья! Меня зовут Виктория Суховская, и сегодня я трапила на выставку «Молный код», что в Национальном гисторичном музее. Добрый день, Татьяна! Я ведаю, что эта выставка промеркована до дня родной мовы. Как появился этот день? Этот день появился в 1999 году, с годом с решением ЮНЕСКО. И уже 21 год святкуется по всем свете. И его самая главная задача – популяризовать и сделать певные акценты на мовном асяродье, на традиционной культуре. Мы хотели сделать такую интерактивную выставку. Сделать не только выставку, которая показывает графические работы и музейные артефакты. И сделать певные гульни, певные активности, чтобы это было интересно и для дорослых, и для детей. Какие темницы белорусской мовы раскрывают выставку? Ну, скажем так, таямницы, напевно, сама выставка и не расскажет. Але вельми хочется, как бы яна зарабила подороже по музею вельми текавым. Как бы наши наведленники поглядели на нашу выставу, поглядели на белорусский алфавит и подумали, что зарабилось в истории, как белорусский алфавит стал минавито таким, як мы бачим его сёння. Работа у Владимира Басалыга связана со спадшиной Беларуси. Творы мостака экспоновались в многих городах, краины, а так само за межой. За особистое достигнение у Галине выявленного мастерства в 1901 году Владимир Басалыга узнагородженный медалем имя Франциска Скарыны. Так само яна тримал более за 40 дипломов республиканских, межреспубликанских и всесоюзных конкурсов мастерства книги. А вы ведаете, что белорусская мова мела три алфавиты? Кирличный, латинский и арабский. Кожная мова кожного народу уникальна по-своему. Коли казать про белорусскую, то первое, что приходит в голову, это наша уникальная литра унискладовая. Личится, что литра унискладовая наша особливая белорусская литра. Литра унискладовая изъявилась у концы 19-го стагодия, а позднее с латинки гэта литра потрапила у белорусскую кириллицу. Коли вы думаете, что выстава «Гэта сумна», то вы помыляетесь. На выставе можно не только узнавать пэлные веды про белорусскую мову, а лей потешцы с интерактивной гульни, не шукаючи, не знайдеш. Спробуем? Гэта саправдный квест. Коли яго вы будете проходить, вы познайомитесь с историей нашей краины. Есть три узровни, проходячи якие, вы знайомитесь с историей Белоруссии и знайомитесь с Национальным историческим музеем. Кожный из узровень мае свое адмысловое задание. Это узровень осилка, узровень князевни и узровень скарбника. На каждом узровне вас чакают пытанье, отказываючи на які вы знайомитесь с экспонатами Национального исторического музея Республики Беларусь. Вот так цікаво и милогучно звучит наша мова. Не забывайте, 21 лютого отмечается День Родной Мовы. А я, Виктория Суховская, с вами развитываюсь. До новых встреч. Пока-пока! Всем привет! Меня зовут Полина Будаева и сегодня я стану настоящим волшебником. Научусь превращать воду в картину. Этот магический способ называется живопись техники Эбру. Субтитры создавал DimaTorzok Это очень увлекательно. оно затягивает, хочется, чтобы все им оказалось естественно и очень красиво. Надеюсь, получится хорошо. Смелее, 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 отлично, да, а теперь серединку, смелее, раз, 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 берете второй и теперь на себя прям хорошо стягиваем, 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 отлично, показываем, да, показываем. Смотрите, какая картина у меня получилась. Обязательно повешу дома и буду показывать всем. А вам, друзья, рекомендую записаться на мастер-класс по рисованию на воде и тоже побыть чуть-чуть волшебниками, ведь превращать воду в произведение искусства – это настоящее волшебство. А с вами была Полина Будаева, встретимся в новых выпусках. Как и не рады, что модные показы снова возвращаются в эфир. Красивые дети, яркие наряды и модные декорации. На прошлых выходных наша команда посетила Минск фэшн-шоу. Предлагаю смотреть и вдохновляться. Всем привет! С вами Надя Гречная. И сегодня мы окунемся в мир дизайна, красоты и моды. Открываем Минск фэшн-шоу. Нас ждут модные коллекции одежды, новинки в мире прически и макияжа, яркие фотки с показа и еще много интересного. Не переключайтесь! Минск фэшн-шоу – это яркое событие в мире фэшн-индустрии. Здесь собрались лучшие из лучших – дизайнеры, стилисты, визажисты. Они готовы радовать, удивлять нас своими работами и проектами. Здравствуйте! Какое настроение у вашей коллекции? В этой коллекции сочетаются два очень сложных и очень разноживущих, отдельно живущих стиля, классический и спортивный. Поэтому я уверен, что у каждого зрителя, который сегодня видел эту коллекцию, сложилось свое впечатление о ней и свое настроение. Что вас вдохновляло на создание такой крутой коллекции? Спасибо за комплимент по адрес коллекции. Наверное, в первую очередь это все-таки стремление к совершенству. И совершенство во всех его аспектах. Это в цвете, в цветовом сочетании, в крое, в том, чтобы сделать девочек, девушек, женщин, парней красивыми, уверенными в себе. И тогда все реально будет очень клево. Коллекция называется «Острие Черчилля». Каким одним словом вы бы описали свою коллекцию? Провокатор. Коллекция создавалась буквально за 8 минут, эскизы, а потом пошли буквально 2 недели, и вот мы сегодня на подиуме бомбанули. Коллекция с буйством красок, с буйством эмоций. Модели попытались передать все это на подиуме, потому что невероятные образы были. В сочетании с пеной, я думаю, это все оценили и все заметили. Я думаю, в дальнейшем нас будут обсуждать и будут приглашать еще на «Мисс Квачин Шоу». Модно только то, что хочет носить человек сам. Определенные тенденции, да, модные дома диктуют, но не всегда нужно за ними гнаться. Какой самый сложный был сегодня макияж? Самый сложный, это, конечно же, я бы назвала это Игорь Плетнев. Это самые сложные макияжи, потому что там нужны черные губы, черные глаза, много блесток. Это самые действительно сложные макияжи, которые мы сегодня делали. Какие цвета, по вашему мнению, будут модны в ближайшее время? В ближайшее время будут модны, это нюдовые оттенки. Это всегда было в моде, потому что, естественно, всегда ценилось и ценится по сей день. Что было самое сложное в организации? Наверное, родительские амбиции – это всегда самое сложное, потому что если с детками в моменте работать всегда очень-очень приятно, то, конечно, мамы иногда разрывают нас на счастье. Около двух месяцев обычно уходит на организацию всего мероприятия, подбор коллекций для детей, дизайнеры шьют прямо вот в эти два месяца, да, свои коллекции. Мы обговариваем прически, макияжи, то есть много-много всяких мелочей. И обычно это около двух-трех месяцев на подготовку. Приятный сюрприз шоу – это подарки от спонсора, а также дипломы для участников. И, конечно, все гости получили в подарок отличное настроение и новые знания о том, что можно и актуально в ближайшее время. Ну а о самых модных новинках рассказывала вам я, Надя Гречная. Всем пока и до новых встреч! А вы знаете, что это «Хант Миллион»? Да-да, я тоже долго репетировала, чтобы выговорить это слово. А наш следующий сюжет – как раз про этот необычный музыкальный инструмент. Будьте познавательны и завораживающи, не переключайтесь. Привет, друзья! Я Лада Васильева, и сегодня хочу вам рассказать кое-что очень интересно про музыкальный инструмент, который имеет просто волшебное звучание – «Ханг». А меня и вас сегодня с ним познакомит Надежда Сапожникова. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Лада, привет! Здравствуйте! Да, я очень рада, что ты сегодня пришла познакомиться с этой летающей тарелкой. Да, и сегодня я для тебя проведу мастер-класс. Да, я тоже очень рада, кстати, что пришла, потому что мне уже интересно, что мы будем делать просто. На самом деле все намного проще. Всего лишь 20 лет назад в Швейцарии двое ученых-физиков, Феликса Сабина из города Берн, скажем так, презентовали, выдали в мир вот этого красавца. Кстати, «Ханг» в переводе с бернского диалекта немецкого языка означает «рука». Ничего особо не… Ничего, да, ничего трудного, можно запомнить. Да, можно запомнить. Значит, выдали они инструмент в мир, и как играть не сказали. Но с тем посылом, что это интуитивный инструмент. Да, и здесь вообще все нотки, они уже настроены относительно друг друга гармонично. Почти что, ну, давай так, в 95% случаев, что бы мы здесь ни сыграли, оно будет звучать красиво. Получить инструмент у Феликса и Сабины было достаточно сложно. Нужно было им писать от руки обязательно письмо, отправлять в город Берн, там, где они жили и делали инструменты. И иногда даже не читая письма по почерку, они определяли, хотят они делать инструмент человеку, либо не хотят. И, скажем, если ты профессиональный музыкант, скорее всего, тебе инструмент не сделали бы. Ханг – это зарегистрированное торговое название, и хангом называют только то, что сделали Феликс и Сабина. Вот, все остальное называется уже, сделанное другими мастерами, называется хенд-пан. У нас с тобой… Хенд-пан, да. Да, хенд-пан. Хенд – рука, пан, пен, кастрюля, сковородка. Тоже, в принципе… Тоже все легко, да. Все просто и понятно. Наш инструмент, на который мы сегодня будем играть, называется стройкельский ре минор. И, несмотря на то, что он минор, он не перегружен никаким особым настроением, то есть на нем можно будет сыграть и что-то достаточно жизнерадостное, такое позитивное, также и какие-то меланхоличные мелодии. Смотри, если мы просто ударим по ноте, она у нас заглушится, да, она у нас не пропоет. Нам нужно, чтобы она пропела и нам нужно, чтобы она, скажем так, подышала. Поэтому, во-первых, расслабляем кисти, это очень важно. Расслабленные кисти, расслабленные пальцы. Обычно это указательный пальчик, подушечка указательного пальца. И смотри, делаем такую легкую волну и бьем по нотке сразу от нее супер, отскакивая. Отлично. С таким же отскоком, также подушечкой пальца. Класс. Ну, могу сказать, Лада, что у тебя это талант. Да. Очень успокаивает прям. Да, на самом деле, вообще инструмент для медитации очень часто используют, потому что именно он такой медитативный. Если на нем, тем более, играть какие-то тягучие такие мелодии, он просто тебя отключает, и ты очень-очень-очень классно можешь расслабиться. Мой преподаватель, Иван, он мне всегда говорил, я вот помню, что он нам показал на первом занятии, этими двумя пальцами мы покорим мир. Это было очень... Я вот это так запомнила. Да, то есть, обычно мы сразу просим учеников, чтобы привыкали использовать внизу большой палец. Ну что, поехали тогда, да, соберем все вместе, да? То есть, два раза вступления и по четыре раза каждый элемент. Все, да. Хорошо. Да. Ага. Просто аплодисменты. Друзья, я как будто реально побывала на другой планете. Не зря это называют НЛО. Просто какие-то космические звуки, которые очень вдохновляют и умиротворяют. Советую всем просто записаться на мастер-класс к Надежде. Это было что-то восхитительное на самом деле. А с вами была я, Лада Васильева, и Сапожникова Надежда, преподаватель творческой мастерской «Хангмиллион». Спасибо вам, Надежда, было очень классно. И вам спасибо. Всем пока. А на этом очередной выпуск стильного, яркого, вкусного шоу «Медиастарс» подошел к завершению. Я, Энни Минск, поздравляю себя с дебютом в роль ведущей, а вам говорю спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на нас в Инстаграм и ставить лайки. На этом всем пока. И помните, ваши дети могут больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!